ну что народ доброе утро пятница сегодня в городе проходит акция на работу на велосипеде в этом году еще и на самокате но проведение этой акции я комментировать не буду потому что если несколько лет назад в до ковидную эпоху это было еще прикольно массово и интересно сейчас тупо популизм ночью то как-то давненько хотел бы записать дорогу до работы со своими так сказать мыслями по пути решил что когда если не сегодня можно сказать и есть повод повод конечно такой себе не отчемный я на работа на велосипеде езжу стабильно сегодня если память не изменяет девяносто третий раз когда я еду на работу на велосипеде в этом сезоне я имею ввиду так что в целом занятия привычные и акции никак не привязаны включить задний фонарик я несколько раз порывался взять с собой камеру также и выставить благо но сейчас есть техническая возможность у меня так сделать но что-то как-то не удалось не срослось не портануло вообще просто ленивый поэтому решил просто в стиле сан саныча хотя я могу вот так сделать хоба уже никак сан саныч как другой блогер обратно в таком стиле в общем прокатиться до работы посмотреть чем живет город в пятницу сколько велосипедистов сегодня таки отправилась на работу на велосипеде может даже посчитать их по приколу я не знаю что там считать сегодня если что 22 сентября некоторые как я читал в комментариях уже даже сезон закрыли хотя у нас вот буквально вчера и на ближайшие несколько дней воцарится обратно очень теплая погода прям такая за 20 какой-то тропический вынос к нам случился и в связи с этим будет тепло что вы конечно посмотрите это в понедельник и возможно тропический вынос уже унесет дальше от нас но сейчас перспективе у петербургских велолюбителей как бы несколько дней хорошей погоды для покатушек с некоторой периодичностью мне в чатике в комментариях пишут мол что я езжу не оптимальным образом на работу то есть люди которые здесь на районе живут указывают на мои ошибки в планировании маршрута указывают как правильно и так далее в общем-то я из бухты барахты езжу так как я езжу у меня есть какая-то тактика и я ее придерживаюсь ввиду чего могу пояснить за маршрут говорят что если ехать по бухаресской там же быстрее там велодорожка подъезжая собственно к лайфхаку вот здесь мне надо будет переехать дорогу и там по тротуаре маленько буквально маленько прям осуждаю себя да да но маленько надо будет по тротуаре вот пряменько дать к не спешился не молодец а мы делаем чем и пересекаем дорогу прямо как можно и здесь вот охота и все красота приходит что касается велодорожки на бухареской да она классно она хорошая она в конце концов есть но я ведь как я уже говорил из бухты барахта езжу так как езжу я тестировал в том числе и ее при скажем так заезде в этот район и по всем показателям она только замедляет мое продвижение до работы так тут надо быстренько сейчас свернуть вот здесь потому что там выезд и потому что по тротуару ну такой себе ездить я считаю всем буду говорить об этом то есть как бы велосипедистам по сути не запрещено ездить по тротуару но я стараюсь минимизировать это то есть для себя я вычислил оптимальный машин который не входит ни одна блин велодорожка потому что мне не нравится ездить по велодорожкам они у нас еще не пришли к тому прекрасному европейскому американскому состоянию когда ты можешь по нему удобно передвигаться по городу у нас они в основном делаются для галочки причем даже эти галочки непонятно кому нужны вот у меня такое ощущение можете со мной поспорить в комментариях это я как говорится всегда рад это я приветствую благо комментарии это хорошо еще хорошо лайки а самое хорошее если после просмотра этого видоса от козел пардон коза если после просмотра этого видео вам выпадет такая менюшка ю тубе и спросят как вам понравилось это видео как бы вы его оценили вдохновила ли она вас мало кто знает но именно она один из наиболее продвигаемых факторов для видосов полицейского лежачего украли вызывайте полицию вот и комментарии лайки немножко второстепенно но да ладно технические нюансы не забывайте ставить лайки писать комментарии подписаться на наш телеграм-канал и подписаться на наш бусти на пусть и будет полная версия этого видоса так сказать большая длинная не обрезанная после многочисленных попыток с разных сторон проехать на работу из работы я для себя становился на скажем так вот этом маршруте который я еду сейчас определенная вариативность там во второй половинке есть но она такая незначительная утром данный маршрут мне нравится в том плане что наверное до моста александра невского особо не запарный и то есть такому еще полусонному мне вполне комфортно по нему передвигаться скажем так не сильно вникая происходящее вокруг меня то есть вот на мосту александра корневского да там надо проснуться взбодриться проехать его внимательно аккуратно так вот здесь мне надо спешиться и перейти и еще немножко по тротуарить еще буквально на нами до метров 500 то есть вот ехать если по бухарестской улице непосредственно метам прям утром откровенно не понравилось потому что утра потому что все на работу потому что он три-четыре полосы это такое прижимают обгоняют сигналят нервничают не нравится вечером по бухарестской ехать приятнее как бы теснота не пропадает но приятнее я там немножко нарушаю вылезая во второй ряд потому что все почему-то прижимаются правому краю мне там негде ехать еще один пешеходный переход поехали дальше перешли поехали такой знак должен быть пересъездом пешеходный переход с тротуара перешли поехали маленькие не обидный троллинг на одну ассоциацию тротуарный байкер врум-врум можно пока ребята таких я буду чмурить всю дорогу если будут попадаться извините заранее будут подвергнуты осуждению и поруганию прокурорщики и конечно те кто едет на красный но этот среди велосипедистов а кстати сколько велосипедистов нам уже попалось парочка тройка не густо пока что ну здесь район такой промышленная зона такая своеобразная здесь особо и ждать нечего я что-то уже забыл закончил ли я мысль на тему оптимального маршрута будем считать что закончил потому что я считаю свой маршрут оптимальным мне он со всех сторон удовлетворяет все пешеходные переходы и левые повороты это часть плана компромиссного но плана первое так сказать на пути довольно тесное место со светофорами с запаркованным правым краем местами в принципе при частном использовании понимаешь как вся эта дорога работает любая дорога абсолютно любая дорога ты понимаешь как она работает понимаешь ее скажем как механизм при некоторой на ежем причем этот механизм на первых парах пора смещаться на первых парах можно и с тротуара посмотреть то есть если задаться целью скажем так начать ездить по на велосипеде на работу я рекомендую сначала откатывать маршруту если как бы не очень уверенный делолюбитель я рекомендую сначала потихоньку помаленьку по чуть-чуть по тротуарам а потом постепенно оценив обстановку запомнив примерное расположение знаков всяких съездов правых и левых поворотов развязок колец не дай бог начинайте выезжать на дорогу сначала будет страшно забывайте про то что нужно быть а заметным предсказуемым и вы не быть мудаком сейчас смещаюсь центр там многие будут стремиться поехать направо потому что там отбородка но мне прям и лучше держаться серединой потока в данном месте еще небольшой участочек тротуара у нас сегодня третий получается первый метров 300 400 2 метров 500 и вот еще один метров 500 сейчас обратил внимание цепь ласкает наверно пора и уже смазать опять пробок лил этот момент потому что катаю постоянно в наушниках таманская улица прекрасно тем что здесь движение нет практически никогда то есть люди сюда доставляются на завод на работу на общественном транспорте в основном даже как не запарковано не знаю какой-то уникальное место по-своему такое сосредоточие здесь какой-то военный объект какое-то производство и почти никого в плане машин на улице таманской нет как бы минус подобной пустоты улицы то что здесь порой творится такие редкие случаи когда просто кто-то может взять и развернуться никого не предупреждая что для нас лично открывает опцию произвести еще одно нарушение и проехать сейчас нет поворотов просто прямо через сплошную потому что как никому не помешаем потому что здесь никого нет вот это говорится есть два путя но на самом деле три первый путь очевидный второй менее очевидно третий я выбираю обычно потому что он самый ненагруженный людьми то есть толкаться среди людей здесь кстати говоря ну типа другой страны есть табличка что на велосипеде нельзя но сколько не ездил я сколько не ездят другие никто ни разу не сказал ничего против за машиной велосипедист я видел очень полезный навык который стоит развивать посмотреть сильно вперед тем самым прогнозируя ситуации которые могут случиться то есть водители уча смотреть сквозь переедущую машину я бы не отказывался от подобного навыка проверка стабилизации жесткая жесткая прагер к стабилизации в принципе приехали к самому потному месту сейчас будет постремленько машина сместиться махая всеми конечностями которыми можно махать и немножечко под нажать потому что скажем так для удобства общего потока все мы на мосту легко и изящно здесь можно скинуть скорость и катиться вверх спокойно наслаждаться видом рассвета над дневой ветер сегодня как будто немножко помогает сборку заезжать это здорово начинаем спуск в данный момент стоит чаще оглядываться дабы выловить момент когда нужно будет перестроиться а я прям настоятельно рекомендую здесь научиться перестраиваться и ускоряемся то есть я ускоряюсь в первую очередь не потому что по приколу а чтобы не доставлять неудобства другим участникам движения своим медленным качением вот все сложное место проехали осталось только вернуться на правый край смотрим справа машин нет спокойненько смещаемся в принципе сегодня вышло прям легко вчера будут такое за жопки было ух вы бы видели как раз из серии тех случаев когда я прям жалею что не взял камеру и не заснял то что здесь творится со своими искрометными комментариями сколько мы там едем на ночь и больше получаса проехать здесь используем копенгагенский маневр для поворота налево здесь для него созданы прям все условия ну и все пожалуй сигнал А я могу вот так И вы мне никто, ничего не сделаете Какой-то слишком буйный чувак там едет Вот, кстати, ситуация, которую Неплохо бы записать Хоть что-то А то как будто скучно ехал сегодня Пожалуйста, стоит прокомментировать на наушники Потому что сейчас я еду в одном наушнике Ну просто, чтобы мне было чуть-чуть Удобнее разговаривать с вами, дорогие мои подписчики И зрители канала Гуляйте А так я обычно еду в обоих наушниках И абсолютно меня они не стесняют Потому что на дороге уровень шума и так очень высокий И ошибочное мнение, что вы услышите эту машину, которая скажет Так едет опасно для вас Это бред Ничего вы не услышите Или услышите в последний момент А это аллея открывающихся дверей Тут надо быть очень внимательным И ехать максимально подальше от этих дверей Потому что они могут открыться абсолютно внезапно И категорически неприятным посредством Также для этого очень здорово иметь фонарь впереди Он у меня есть, но не горит Потому что засветит камеру Ну плюс сейчас светло В нем нет необходимости Но для лишней заметности строго рекомендую Пользоваться Потому что лишняя заметность никогда не лишняя Главное не используйте стробоскопы За использование стробоскопов есть отдельный котел в аду Просто вот Если вы используете стробоскоп Отпишитесь от канала Я вас ненавижу И не надо оправдываться, что вас так заметнее На тему стробоскопа можете глянуть вот это видео и вот это Где кратенько в общих чертах Но объясняем, что стробоскоп это, блин Может для вас, а не и, скажем так Залог безопасности Мнимый Но вот когда я еду И мне с тротуара, как правило, в лицо светят стробоскопы Велосипеды Я в большей опасности, чем вы Потому что я просто нихрена не вижу Из-за вашего гребаного стробоскопа Короче, если пользуетесь стробоскопом Пожалуйста, засудьте себе его в *** Без негатива На этой прекрасной ноте Я бы сказал, на этой блестящей Светящейся яркими лучами ноте Я приехал на работу Пишите в комментарии, если вам зашел Подобный размышлительный заезд В принципе, я думал о неком режиме Когда я просто еду и обсуждаю, условно говоря, последние новости У меня был большой позыв разобрать ситуацию, которая произошла На трассе Скандинавия Трагедия, которая случилась со школой Олимпийского резерва Но я подумал, что, наверное, мое мнение Это последнее, что вы хотели бы слышать на эту тему Да и хайповать на таком случае Прямо скажем Дело небогоугодное На этом все Пишите комментарии, ставьте лайки Подписывайтесь на наш Телеграм На наш Густи Всем спасибо за просмотр Всем пока! Что за хуйня заиграла в Яндекс.Музыке? Господи! Субтитры создавал DimaTorzok